МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Щедрая и хлебосольная Красноярская земля. Трудолюбивые люди, бережно работающие на ней. Сельское хозяйство – первостепенная отрасль для района. Местные аграрии обрабатывают почти 120 тысяч гектаров пашни. Выращивают зерно, подсолнечник, фрукты и овощи, корма для животных. Динамик развития сектора АПК налицо. Повышается агротехника, обновляется технопарк и высеваются продуктивные семена. Хорошими темпами растет производство молока и мяса. Уже привычное явление – на пастбищах разгуливают тучные стада племенных коров и табуны элитных лошадей. Только в прошлом году сельхозпроизводители района получили порядка 20 миллионов рублей субсидий. Фермеры активно получают грантовую поддержку на создание новых хозяйств. Успехи района в сельхозпроизводстве напрямую зависят от тех средств дотационных, которые на сегодняшний день мы получаем из областного бюджета. Стимулирующие субсидии, которые на сегодняшний день с приходом губернатора Самарского области Николана Меркушкина были введены для каждого района, в которых завязаны такие, как показатели – это и по молоку, и по обработке сельхозземли. Это все в конечном итоге выполнение этих планов вливается в конкретные средства, субсидии, которые мы получаем на территорию района, и потом, соответственно, мы уже можем тратить их на благоустройство, на комфортную и безопасную среду для наших жителей. Все, что добыто на полях и фермах, красноярцы стремятся не реализовать в сыром виде, а переработать до конечного продукта. Перерабатывающая отрасль в Красноярском районе представлена во всем разнообразии. Появились уже бренды, известные по всей области и за ее пределами. Это продукция местного молокозавода и рыбокомбината, хлебобулочные изделия пекарей, мука и подсолнечное масло. На сегодняшний момент, если смотреть на 2017-2018 год, огромное количество средств указом президента Владимира Владимировича Путина из федерального бюджета были распределены именно в региональные бюджеты на поддержку сельхозпроизводителей. И это очень отрадно, и большое спасибо, потому что действительно мы сегодня имеем возможность получить задел по техническому оснащению, по каким-то технологиям, который потом будет уже работать долгие годы. На благо района, на благо жителей, на благо собственников. Но в любом случае, как бы, эти люди создают рабочие места, платят налоги в районный бюджет. И, конечно, мы в этом заинтересованы. О ведущих предприятиях отрасли мы расскажем подробнее далее. Все, что готовится с душой, имеет особенный, ни с чем не сравнимый вкус. Это подтвердит любой технолог. Именно такой хлеб и печется в новосемейкинской пекарне. По старинным бабушкиным рецептам – мука, дрожжи, соли, вода. Никаких добавок и модных усилителей вкуса. Хлеб здесь действительно выпекается, а не жарится, как в современных металлических печах. Несмотря на почтенный возраст, кирпичный раритет по-прежнему пушит жаром, насыщая буханки неповторимым ароматом, как в детстве. Но прежде каждый кирпичик обнимают человеческие руки. Ну, рождается хлеб, конечно же, с муки. Мука к нам на производство приходит. Здесь, значит, она просеивается. Дальше в муку у нас добавляются дрожжи, соль с водой и потом жидкая опара. В пекарне до сих пор используют опару для выпечки хлеба. Два часа будущий хлеб нежится в дежах, вспухая над чаном пышной шапкой. Конечно, без помощи техники не обойтись, говорят на производстве. Уж очень высоки темпы. В сутки здесь выпекают тысячи буханок. Лапу тестомесильной машины хлебопеки сравнивают с добрыми бабушкиными руками, под которыми клейковина не рвется и тесто хорошо поднимается. Выпечка хлеба – это довольно тяжелый, практически ручной труд. Каждую буханку взвесить, сформовать. Колобок из теста должен весить ровно 720 граммов. Опытный глаз хлебопека отмеряет его без всяких весов. В печи хлеб усядется и получаются те самые 600 граммов. Медлить нельзя, пока тесто в формах не поднялось. Хлеб сажают в печь на 45 минут. И тотчас принимаются за следующую партию. Из печи буханки выходят огненные, такие под силу выдержать лишь ладонем пекаря. Семь часов хлеб будет стыть, прежде чем его запакуют и отправят в супермаркеты. На прилавке же мелких магазинов и фирменных торговых точек. Душистые кирпичики увозят еще горячими. Хлеб, конечно, всему голова, но с добой пироги – это еще и радость в доме. Поэтому на предприятии пекут всевозможные плюшки, нарезные батоны для бутербродов, полезные для здоровья ржано-пшеничные багеты и пироги с начинками на любой вкус. Мы выпекаем мучные изделия – это пирожки, пироги и кондитерские изделия, кексы, торты, пирожные различные. Все сделано по-домашнему, выпекается. Новосемейкинский хлеб любят и ждут не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Я обожаю наш хлеб с хрустящей корочкой, всегда высокий, пышненький. Где бы я ни была, даже в Москве часто бываю, но семейкинский хлеб – это просто изумительный. Хранится живой хлеб недолго – всего 72 часа. Впрочем, редкая буханка доживает до этого срока. Уж очень новосемейкинский хлеб вкусный, а еще полезный. В 100 граммах продукта содержится треть суточной нормы йода, а натуральный состав делает его идеальной едой для людей с эндокринными заболеваниями и тех, кто жалуется на желудок. Согласитесь, неплохая замена, пахучая горбушка или ароматный мякиш вместо таблеток. Наше предприятие существует с 60-х годов. То есть мы пережили ряд кризисов, то есть это включая перестройку, возможные скачки курса валют, которые у нас по сути не сказались. Вот так же, как и в прошлые времена, мы радуем жителей нашего поселка, Красноярского района, Самарской области нашей продукции. Это самый натуральный деревенский хлеб, который состоит из буквально самых простых продуктов. Это вода, мука, дрожжи. Все. Расширяем ассортимент в сторону здорового образа жизни, потому что сейчас достаточно, опять же, современно. Здесь у нас всякие хлеба, которые включают в себя семена подсолнечника, семена льна. По статистике, каждый житель нашей страны ежедневно употребляет 300-400 граммов этого ценнейшего продукта. Хлебом мы почти наполовину удовлетворяем потребность нашего организма в углеводах, на треть в белках, более чем наполовину в витаминах группы В, солях фосфора и железа. Поэтому очень важно выбирать качественный хлеб, сделанный из натуральных ингредиентов, выпеченный с душой и заботой о жителях Самарской губернии. В основе печенья царское сокровище, овсяные хлопья, корица и еще несколько ингредиентов, которые до сих пор держат в секрете. По технологии овес просеивают, перемалывают и отправляют в тестомес. Этот деликатес начали готовить здесь 16 лет назад. Именно тогда и началась история предприятия. С тех пор небольшой кондитерский цех в селе Новый Буян превратился в кондитерскую фабрику, где с заботой и любовью изготавливают сладости. Созданные, поддерживаются традиции, воспитаны трудовые династии. Поначалу, да, больше такой автоматики не было в производстве. Было больше ручного труда. Сейчас уже намного автоматизировано, намного лучше стало. Интересно работать и легче людям. Все идеи поддерживает руководство. Из-за этого у нас такой большой ассортимент и много вкусов. Мне нравится приходить на работу с хорошим настроением, делиться с коллегами. Сейчас предприятие предлагает более 200 лакомств. Есть постная продукция, сахарное и сдобное печенье, шоколадные конфеты, различные варианты нежнейшего зефира, восточные сладости. Сладкодаров – это сладкий бренд высокого качества. Наши рабочие, которые стоят у печи, замешивают тесто, обслуживают сложное технологическое оборудование, должны иметь позитивный настрой и любовь к своей работе. Ведь свои эмоции в продукт, они передаются через свое настроение, желание работать, теплото с его сердца. Поэтому мы стараемся создать комфортные условия для наших сотрудников. История побед фабрики – это история модернизации, обновления предприятий, развития технологий и рецептур. Постоянное повышение качества упускаемых кондитерских изделий реализуется за счет использования высококачественного сырья и совершенствования производства. Сейчас развивают основной ассортимент овсяного печенья, добавляют новые форматы и упаковки. Эти сладости созданы дарить радость и поднимать настроение.